Всем привет, с вами Кисель. У Фронтиров тут прошел стрим Фронтир Unlocked и вот что они показали. Рассказывали по поводу Powerplay 2.0 и нового корабля, ну и немножко дальнейших планов. Но заранее, если вы хотите посмотреть это все в нормальном переводе, то он скорее всего будет в моем телеграм-канале к вечеру. Ссылочка на телеграм-канал в описании и закрепленном комментарии. По поводу Powerplay 2.0 Фронтиры собирали вопросы комьюнити у себя на форумах и дали на них ответы. И вот что из этого вышло. Большинство игровых действий будут влиять на Powerplay. Торговля, майнинг на корабле, наземные миссии в этом же списке имеются. Пока что Powerplay будет работать не только в режиме опена, а во всех режимах игры. По крайней мере на старте. Потом, может быть поменяют. Они типа будут следить за этим. После выхода обновы нужно будет заново вступить в галактическую державу, в которой вы были. Ну, либо в другую. Вы сможете вступить только в одну галактическую державу, а не несколько. Теперь, если вы прилетите в систему, где враждебная галактическая держава, вас будут там атаковать. Будет одна новая галактическая держава и, кажись, новый фракционный модуль, господа. Но про фракционный модуль ничего не говорилось. И это будет сила Альянса. Будет убрано предрасположенность малых фракций к определенным державам, в зависимости от их форм управления. Видео выходит на разных платформах, и на какое вы смотрите, я не знаю, на какое вам удобнее тоже. Поэтому ссылочки в описании на все, где выходит. А их там много. Теперь по поводу нового корабля. Эта сволочь будет прыгать дальше, чем анаконда. Ускорение в гиперкруизе будет лучше, чем у остальных. По всем параметрам, кроме скорости, как я понял. Лучше, чем у Тайпа 8 и у Питона МК-2. Топленная эффективность, нагрев и тряска тоже лучше. Как-никак, исследователь. Вооружение тут довольно интересно и странно. Четыре двойки и две единицы. Интересный исследователь. Пришли в голову сразу билды на рельсах, ибо корабль будет быстрый и маневренный. Но есть одно но. Основные модули у него все пятерки, кроме системы жизнеобеспечения, на четвертого размера. А на пятом распреде, то есть распредители энергии, далеко не уедешь. Дополнительные слоты. Размеры. Шестой, пятый, четвертый, четвертый, третий, третий, второй, второй и три первых. И чё-то как-то очень много. По дополнительным слотам, ребята. По количеству щита и корпусу инфы ноль. Учитывая, как хвалят его скорость и маневренность, возможно, это будет не только исследователи. Возможно, реверс-фиты приедут с Фантома и Орки на него. Но маловероятно из-за плохого распреда. При таком плохом распреде можно будет попробовать собрать его на дробовиках. В любом случае, надо будет потестить. И напоминаю, у Фердиланса, Мамбы и Питона МК-2 шестой распределитель энергии. А там есть проблемы. Про новую функцию, которая нас дразнит уже очень долго, расскажут на следующем стриме Frontier Unlocked 30 октября. Что это такое, нам не говорят до сих пор и тянут, и тянут до нельзя. Обновления, как и новый корабль, будут доступны 22 октября. Обновление будет называться Ascendancy. Если переводить прям дословно, то господство. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе. Продолжение следует...